Продолжаем наши уроки по изучению акиды, по изучению Таухида, Единобожия, науки, которая занимается вопросами о том, как надо верить в Аллаху. То, как надо Аллах описывать то, что в отношении Аллаха обязательно, и то, что в отношении Аллаха невозможно. Это является центровыми понятиями науки Таухид, или которые называются Аль-Акида, которые являются самой важной шариатской наукой. И незнание в этой науке, не верит, что в этой науке по шариату непростительно для мусульманина, непростительно. Ибо первый ваджиб, который лежит на человеке, то есть первая обязанность, которая лежит на человеке, на мукаллифе, то есть это совершеннолетний, разумный, здоровый человек, до которого дошел даавад, дошел изык к исламу. Первая обязанность, которая лежит на нем по шариату, это ма'рифа, это познание. И она лежит даже до произнесения шагады, потому что произнесению шагады должно сопутствовать понимание смысла шагады. И вот понимание смысла шагады является первым фарзом, первым ваджбом, который лежит на человеке. И лишь познав смысл шагады, человек произнесет ее, и тогда она у него примется. Ибо если человек не понимает смысл шагады, просто произносит два свидетельства, и его сердце глухо, и он разумом не понимает, что это означает, такой ислам, безусловно, человек и не принимается. Поэтому перед тем, как мы скажем, что мы свидетельствуем, или я свидетельствую, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, мы должны это понять, мы должны это осознать. Ибо наше свидетельствование – это отражение того, что у нас находится в сердце. И поэтому перед тем, как мы что-то произнесли, в нашем сердце должно быть понимание этого. Именно вот это понимание, оно и называется в книгах по Ахиде Маарифа – познание, знание. И что оно в себя включает? Это, безусловно, нам нужно уверовать, что существует Творец. Творец, существует Единый Создатель, который сотворил небеса и землю. Это Аллах, и лишь он достойен поклонения. То есть, Таухид, у него как бы есть несколько аспектов. С одной стороны, это вера в то, что есть Творец, есть Господь, Аллах, который сотворил небеса и землю, и который творит все и контролирует все, и лишь он достоин поклонения. И, как мы уже говорили на прошлом уроке, любая Айбада, любое поклонение кому-то, это есть следствие, если мы считаем, что у кого-то есть сила и могущество нам помочь. И тогда люди кому-то или чему-то поклоняются. То есть, язычники поклоняются своим идолам или своим башкам, потому что они считают, что эти идолы могут принести им пользу. Могут увеличить риск, могут принести удачу или другой вздор, который они верят и предают. То есть, они, язычники, предают силу и мощь своим идолам и потом поклоняются. Это важный момент. То есть, в шахаде, в смыслах, в этих двух шахадах заключена исламская акида. Мы знаем, что акида – это иман, а иман – это шесть толпов. Вера в Аллаха, вера в его ангелов, вера в его писание, посланников, судный день и предопределение. И все это заложено в шахаде. Первая часть – ачхаду аля илляха илля Аллах, то есть, я свидетельствую, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Это первый столб акиды. Амантубиллях, я веру в Аллаха. Остальные столпы заложены во втором части – ачхаду анна Мухаммада и Расулуллах. То есть, я свидетельствую, что Мухаммад – раб его похланник, и, следовательно, я принимаю все, с чем пришел порок Мухаммад. То есть, в этих двух частях шахады заключена вся исламская акида. Ибо порок Мухаммад, ибо акида и аль-иман, как оно называется по-другому, это принятие всего, с чем пришел порок Мухаммад. Если кратко, то вера – это вера в Аллаха и вера в то, с чем пришел порок Мухаммад. И одно без другого не может существовать. Ибо Аллах непосредственно с нами не общается, и непосредственно к нам, каждому из нас, ангел не был ниспослан. Поэтому единственная возможность для нас поклоняться Аллаху и знать об Аллахе – это через пророков и посланников. И эта тема, такое пространное видение было связано с нашей сегодняшней темой. Мы рассматриваем понятия таухид и ширк – вера в Аллаха, единобожие и язычество. И определенный вопрос, который в наши дни, в нем из-за него очень много смут, очень много бед среди мусульман, мусульмане называют даже из-за него других мусульман кафирами, язычниками, мушчиками и так далее – это вопросы тавассуля и вопросы стигаса. То есть посредничество в приближении к Аллаху и возможно ли обращаться к кому-то помимо Аллаху. То есть можно ли сказать «Я Мухаммад» или «О Мухаммад», или можно ли сказать «Я шейх», «Я устаз» и так далее. То есть можно такие вещи произносить согласно шариату или нельзя. И эти вопросы мусульманам всегда были ясны, и лишь последние 100-200 лет они стали очень актуальными, по ним начали писаться много книг, и как будто мусульмане 1400 лет не знали, что такое таухид, и сейчас пришли люди, которые вдруг поняли, что же это такое на самом деле. Поэтому непонимание этих вопросов, вопросов тавассуля, вопросов посредничества, оно связано с непониманием, что такое таухид и что такое ширк. Что такое таухид и что такое ширк. И это непонимание этих базовых понятий ислама ведет к тому, что мусульмане впали в такую смуту, что уже даже называют друг друга мушриками, или некоторые даже говорят, что тот, кто практикует этот тавассуль, он говорит хуже, чем мекканские язычники. Даже так говорят про это. Поэтому это невежество в этих вопросах, оно связано с тем, что люди не понимают основ ислама и азов таухида. Ибо таухид, единобожие, это убежденность в том, что все находится в власти и могущества Аллаху. А ширк, это убеждение, что какая-то часть этого находится в видении кого-то помимо Аллаха. То есть кто-то может помочь, кто-то может навредить и так далее. И вот убеждение или описывание кого-то вот этой способности, это есть ширк. Это есть ширк. Поэтому для того, чтобы кого-то обвинить в ширке и назвать его язычником, нужно быть уверенным, что этот человек действительно считает, что кто-то помимо Аллаха может творить, кто-то помимо Аллаха может принести пользу, навредить и так далее. Если человек действительно исповедует, что я действительно считаю, что кто-то помимо воли Аллаха может что-то сделать, или может мне причинить вред, или может мне принести пользу, и Аллах над этим не властен, безусловно, такой человек является язычником. Но среди мусульмана, ахамду ля, людей с такими представлениями нет. И пророк Мухаммад говорил в одном из своих хадисов достоверных, что он не боится для своей умы того, что она впадет в язычество, ибо она не впадет в язычество. Поэтому в уме Мухаммада явного ширка никогда не будет. То есть явного поклонения идолам, явного поклонения каким-то истуканам, башкам никогда не будет. Пророк Мухаммад четко сказал, я не боюсь для своей умы ширка. Он сказал, это имеется в виду ширкуль акпар, большой ширк, то есть явное поклонение каким-то богам, башкам и так далее. Но он сказал, я боюсь малого ширка. Это рия, показуха. То есть когда человек совершает какое-то действие, внешне словам произнеся, что оно якобы совершается ради Аллаха, но в сердце человек держит неяд, чтобы кому-то понравиться, чтобы какой-то человек обратил на него внимание и так далее. То есть в неятие его намерение заложен изъян. То есть он это действие совершает не ради Аллаха. Это называется малый ширк. Безусловно, такое действие не выводит из ислама, даже если он называется малым ширком рия, оно не выводит из ислама. Это является грехом, безусловно, но из ислама не выводит. Поэтому он называется малым ширком. Но поклонение кому-то, помимо Аллаха, убеждение в том, что кто-то или что-то, помимо Аллаха, может принести нам вред или причинить вред или принести пользу, это все, безусловно, выводит человек из ислама. И мусульманина не может быть такой акриды, что кто-то или что-то может навредить. Поэтому если мы будем иметь такое понятие от таухиди и ширки, то, иншалла, вопросов с тавасулем не будут возникать. Вопросы с этими возникают, когда люди не объясняют, что такое таухид, не объясняют, что это ширк, что такое ширк, и берут, например, какие-то явные действия и начинают их анализировать через аяты Корана, которые к этому не имеют никакого отношения. Одна из бед мусульман заключается в том, что мусульмане стали толковать Коран согласно своему разуму и оставили вознейшую науку Аспабу-Нузуль. Толкование Корана через причины неспослания. И поэтому аяты, которые относятся к явным неверующим, язычникам и безбожникам, относятся к мусульманам. И это является явным невежеством, ибо порок Мухаммад сказал, что любой человек, который толкует Коран согласно своему разуму, пусть приготовит себе место в аду. Поэтому толкование Корана мы берем от порока Мухаммада, который передали сподвижники, салифы, и которые заключены в книгах по тафсиру. Это имам Табари, имам Кортуби и бен Кафир. Это три самых известных тафсира в исламском мире. И поэтому, если мы хотим понять смысл Корана, мы должны обращаться к этим книгам, не к переводам и не к тому, что лежит на поверхности. И те, кто отрицают посредничество, или говорят, что, например, нельзя обращаться к пороку Мухаммаду, после его смерти, говорить, я Мухаммад, или к каким-то аулия, говорить, я шейх, я устаз, они приводят ряд аятов из Корана, например, ты не поклоняйся никому наряду с Аллахом, или ты не поклоняйся наряду Аллахом с тем, и не считаешь, что кто-то тебе может принести пользу или вред. И множество таких аятов есть, которые обрешены к язычникам, которые исповедовали, что их идолы могут принести им пользу и могут им навредить. А мусульмане же так не считают. То есть мы видим два одинаковых действия. Человек произносит чье-то имя, например, и обращается. И другой человек делает то же самое. Но один считает, что вот этот человек может ему принести пользу, может ему навредить, во власти этого человека находится какое-то управление, и он независим от Аллаха в этом. Другой человек считает, что все находится во власть Аллаха, и не тот, кому он обращается, не что другое, помимо Аллаха, не может ему причинить пользу или вред, просто данный человек лучше него. И он считает, что молитва этого человека за него будет более вероятно, что она будет принята Аллахом, чем его собственная молитва. И являются ли эти оба действия одинаковыми, согласно шариату и согласно исламской акриде? Безусловно, не являются. Ибо один человек исповедует, что наряду с Аллахом нет никакого Творца, и никто и ничто не может принести пользу, кроме Аллаха, но Всевышний сделал этот мир, чтобы мы, чтобы что-то получить, совершаем какие-то либо причины. Сабаб. Чтобы получить риск, мы работаем. Чтобы поесть, насытиться, мы готовим пищу. Чтобы вылечиться, мы идем к доктору. Это все внешние причины. И любой человек, который будет считать, что вот этот непосредственно доктор лечит его помимо Аллаха, вот эта еда, она сама его насыщает, а не Аллах дает ему насыщение, что вот эта вода насыщает его помимо воли Аллаха, то все это будет являться язычеством. Неважно, взываешь ты кому-то или не взываешь. То есть язычество, это не какая-то форма произнесения о шейх или о устаз, это не язычество, это не ширк. Ибо и в Суне Порока Мухаммада мы это перейдем. То есть сначала мы разберем понятие ширка и таухида, и понятие обращения кому-то на весах акиды, а потом уже приведем доказательства из Суны Порока Мухаммада, на это есть явные доказательства, они ясны как день, и никто их не может опровергнуть. А сначала мы просто разберемся в этом понятии, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Ибо когда люди просят доказательства о разрешенности обращения кому-то помимо Аллаха, приводишь хадис, они не понимают его, неправильно понимают, потому что нет понимания самого вопроса. Ибо язычество, это не какая-то форма обращения кому-то. Язычество, это форма убежденности. Ширк, это акида. Ширк, это акида. Акида, которая заключается в том, что кто-то помимо Аллаха имеет власть, имеет квад и может принести пользу или навредить. Помимо Аллаха, это и есть ширк. Если же человек убежден, что ни у кого ни у кого нет ни силы, ни власти, ни мощи, помимо Аллаха, и он произносит, например, я, Мухаммад, будет это ширком или не будет? Безусловно, не будет. Не будет это ширком, потому что ширк это убеждение. Убеждение. А ширком это не будет по одной простой истории, которая случилась с сыном Умара ибн-Хаттаба, ради Аллаху та'али ангу. Это Абдулла ибн Умар. Имам Бухари приводит в своей книге Адабу-ль-Муфрат следующее сообщение. Абдулла ибн Умар в один момент у него затекла нога. И один из сидящих рядом с ним сказал «Вспомни того, кого ты любишь больше всех». И он начал тереть ногу и говорит «Я, Мухаммад, я, Мухаммад, я, Мухаммад». Хотя пророк Мухаммад в это время умер, но он говорил «Я, Мухаммад». Но Абдулла ибн Умар же не является мушриком. Мы же в этом убеждены. Это один из величайших сахабий, один из величайших алимов, один из больших знатоков Корана и Сунны. И если он совершал это действие, значит само по себе взывание кому-то не является ширком. Ширком является убежденность, что вот кому ты взываешься, обращаешься, может тебе принести пользу кому-то помимо Аллаха, Субханат Аля. Вот это является ширком. Вот это является ширком. Но альхамдулля, среди мусульман нет таких людей. Поэтому если мы утверждаем, что обращение кому-то помимо Аллаха, Субханат Аля, с любым убеждением, какое бы ни было сердце у человека, всегда является язычеством, всегда является язычеством, тогда Абдулла ибн Умар является язычником, согласно этому определению. Потому что он говорил «Я, Мухаммад, я, Мухаммад» и тер свою ногу. Это приводит, это не ложный ревоят, это не какие-то вымыслы, это приводит имам Бухари, величайший знаток Сунны. Имам Бухари в своей книге «Адаб-уль-Муфрад», в которой он собрал разные проявления адабов и уважения с подвижников пороку Мухаммаду, с подвижников друг к другу и так далее. Это известная книга в шариате. Известная книга в шариате, «Адаб-уль-Муфрад». Также это приводит имам Навави в своей книге «Аль-Аскар». Эта история приводится в многих других книгах, но первоисточник – это книга имама Бухари «Адаб-уль-Муфрад». Поэтому самое главное, что здесь нужно понять, что ширк – это не какие-то слова «Я, Мухаммад» или «Я, шейх» или «Я, устаз». Ширк – это акида, это некая убежденность, что тот, кому ты обращаешься, может тебе помочь или может навредить. И тут не имеет значения жив человек или мертв. Те, кто отрицают дозволенность обращаться помимо Аллаха, они приводят следующие псевдологические доводы. Они говорят, что тому, кто рядом с тобой находится, живому человеку можно обращаться. Можно якобы живому обращаться, а мертвому нельзя. Если судить, начинать рассуждать их логикой, то получается, что живому можно поклоняться, а мертвому нельзя. То есть, если считать, что обращение помимо Аллаха, является ширком, тогда и при этом говорит, что вот к живому можно обращаться, а к мертвому нельзя. Получается, что живому можно поклоняться, а мертвому нельзя. Так же получается. Но это же ерунда. Так не может быть. Никому, помимо Аллаха, нельзя поклоняться. Будь это человек живой, мертвый, будь это дерево или какой-то идол из камня. Никому, помимо Аллаха, нельзя поклоняться, ни в каком состоянии. Ни в каком состоянии. И живой он или мертвый не имеет значения. Если даже человек будет обращаться к другому живому с убежденностью, что у него есть сила и власть помочь ему, помимо Аллаха, это взывание будет ширком. Если ты приходишь к доктору и говоришь, доктор, вылечи меня, и в тебе есть сердцеубежденность на уровне акыды, что вот это есть наука, вот есть лекарства, которые придумали ученые, фармацевты, и вот эти лекарства, помимо воли, помимо предопределения, Аллах лечит тебя. Вот если у тебя такая убежденность есть, и ты идешь к этому врачу и взываешь к нему, доктор, помоги мне, или доктор, вылечи меня, но у тебя есть акыда, что вот над этим твоим здоровьем Аллах не властен, а властен вот эти таблетки, или властен этот доктор, который тебя прописывает в лечении и так далее, это будет ширком, это будет язычеством. И не имеет значения живой доктор, мертвый доктор и так далее. Ибо не живой или мертвый делает тебя мушиком или муэмином, а твоя акыда делает тебя мушиком или муэмином, и то, что у тебя в сердце делает тебя верующим или неверующим. Вот этот момент надо больше всего понять. Верующим и неверующим не делает тебя живой или мертвый человек. Одинаковое действие, обращенное к живому, и то же самое действие, обращенное к мертвому, как может быть в одном случае дозволенным, а в другом случае язычеством. Ведь язычником же называют, например, человека, который обращается. И он совершает два абсолютно одинаковых действия, в одном случае человек, к которому он обращается живой, а в другом мертвый. На основе какого довода шариата, в одном случае его действие дозволено, называется мустахабом, а в другом случае называется ширком. Какой довод шариата есть на это? Какой довод есть шариата на это? И нет ни одного аята, и нет ни одного хадиса, в котором бы шло разграничение о дозволенности обращения к живому, то, что к какому-то живому человеку можно подойти, у него можно просить помощи, а, мол, у мертвого нельзя. Все аяты и хадисы, в которых идет запрет, когда просите просить у Аллаха, когда обращайтесь, обращайтесь к Аллаху и так далее, там нет указания на то, что к живому можно, а к мертвому нет. Какой довод? Если мы какой-то аят или хадис, его общий смысл конкретизируем, у нас есть, например, мы в Фатихе читаем «Я кана Абуду, а я кана Стаин». То есть, Аллах спонаталя, мы лишь к тебе поклоняемся и лишь к тебе обращаемся. И если мы вот «Я кана Стаин», то есть, получается, если внешне этот аят Алхама прочитать, получается, что никому, кроме Аллаха, нельзя обращаться. Нельзя сказать там «Ассаламу алейкум, я, Мухаммад, как у тебя дела?» Ты обращаешься к человеку? Или «Мухаммад, как дела?» Ширк получается? Потому что «Я кана Стаин» же сказано, только к тебе обращаюсь. Получается, если внешне взять этот смысл этого аята и внешне его трактовать, получается, что никому, кроме Аллаха, вообще нельзя обратиться. Или ты звонишь кому-то по телефону и говоришь имя, называешь человек, «О, такой, обернись там», или «О, такой, подойди ко мне». Это же обращение, ты же обращаешься, и тот, кому ты обращаешься, это не Аллах. И получается, что если внешне этот аят рассмотреть, получается Ширк. Поэтому, а если начать говорить, что, мол, нет, этот аят имеет значение, что, мол, вот к живым можно обращаться, а к мертвым нельзя. Где Далиль? Где Далиль на такое уточнение? Поэтому, если мы какой-то общий аят, который, общий смысл идет, конкретизируем, говорим, что вот нет, у него значение, что вот к живым можно, а к мертвым нельзя. Нужен Далиль на это по шариату. Нужен Далиль. А Далиля нет на это. Ибо суть этих слов, фатиха, которые мы читаем, оно заключено в том, что мы поклоняемся Аллаху, Субханаталя, и считаем, что все в этом мире происходит от него. И все находится в его власти, и никто, и ничто не имеет власти, помимо Аллаху, Субханаталя. И поэтому эта убежденность, согласно этой убежденности, мы поклоняемся лишь Аллаху, Субханаталя. А просьба поклонением не является. Просьба в арабском языке есть два понятия. Есть понятие дуа, это мольба, молитва, как на русский язык переводится. И есть хадис, что дуа-ибада, что дуа это является поклонением. Дуа это когда человек обращается к своему Господу. В терминологии шариат это называется дуа. Когда человек обращается к человеку, одно творение обращается к другому, это по-арабски называется неда, взывание. И неда, взывание, и аибада не является. Поэтому люди, которые обращение к пророку Мухаммаду, салиллаху ассалям, или обращение к праведникам, под это приводят вот этот хадис, что мол, дуа является поклонением, люди не знают арабского языка. Потому что это два разных слова абсолютно. Дуа это обращение человека к своему Господу. А неда это обращение, я к кому-то обращаюсь с помощью, прошу, например, человека взаймы. Или прошу человека прийти помочь мне решить какую-то проблему. Или прошу еще что-то. Это неда, это как взывание. А аибада это именно молитва. То есть это акт поклонения с убежденностью, что тот, кому ты поклоняешься, и есть твой Господь. То есть чем отличается взывание от дуа? Дуа это именно убежденность, что к кому ты обращаешься, и есть твой Господь. Именно этим отличается дуа, а не да. А внешне они одинаковые. Можно сказать, я Мухаммад или я Аллах. Одинаковое взывание. Но чем они отличаются? В одном случае ты убежден, что тот, к кому ты обращаешься, и есть твой Господь. Есть тот, кто сотворил небеса и землю. И есть тот, кто дает пропитание, тот, кто нас создал, создал наших родителей, не спасал нам пророков и дал нам шариат, которым нужно следовать. Это дуа, это является айбадатом. А еда – это просьба о помощи, обращение нас друг к другу, любая форма обращения. И она, эта форма обращения, никак не ограничена ни жизнью тому, к кому обращаемся, ни его смертью. Ибо обращаемся мы к кому? Мы обращаемся к пророкам и к праведникам. А есть достоверный хадис о том, что пророки живы и молятся в могилах. Поэтому с нашей телесной смертью душа не умирает. Душа, согласно Акиде Аглю Суна Ва-Жама, бессмертна. Аллах, субхану Атали, ее сотворил, и у нее нет конца. Поэтому, когда наше физическое тело умирает, душа-то не умирает. Мы же верим в могильные муки, мы верим в допрос Мункара и Накира. Кого там будут спрашивать? Труп бездыханный, который умер? Или будут спрашивать душу, которая не умирает? Акиде Аглю Суна Ва-Жама, что гласит? Мы верим в барзах, загробный мир, где люди или души верующих будут получать наслаждение, которое является одним из садов рая. А неверующие люди и грешники, это будет одно из наказаний ада. Но они же будут получать наказание, они же живы в этом смысле души. Телесно они, конечно, умерли, книга их деяния закрыта, и то, что они сделали, они сделали. В этом смысле, закрытая книга их деяния, их телесная жизнь закончилась. Но жизнь души их не закончилась. И в этом смысле, просто с момента физической смерти, душа не умирает. И поэтому, если мы обращаемся, например, к пророку Мухаммаду, а каждый мусульманин обращается к пророку Мухаммаду, и здесь не нужно думать, что это какая-то заблудшая группа, ходит и говорит, я Мухаммад, я Мухаммад, и так далее. Каждый мусульманин, который совершает пять раз в день намаз, он обращается к пророку Мухаммаду, ай-юга-набию, это звательная частица в арабском языке. О, пророк, о, пророк, о, пророк. И каждый, каждый день, когда мусульманин пять раз в день читает свои фарзы, я не считаю сунны, он говорит, салам передает пророк и говорит, о, пророк, не просто говорит, ас-саляму алейка, там просто, не просто салават, а именно обращение потом идет, ай-юга-набию, о, пророк, о, пророк. Поэтому, если бы это обращение было бы ширком, то получилось бы, что каждый мусульманин широк делает намази. И эти атахияты до нас дошли от Умара, от Ибн Аббаса, от Абу-Бакр и так далее. Вот эти атахияты, которые мы читаем, во всех мазхабах есть именно атахияты, отличаются в плане начала, в каких-то мазхабах по одинаковому начинается другому. Но момент обращения есть у всех. Ай-юга-набию. Поэтому, если бы обращение к пророку Мухаммаду, алейхиссалату ас-салям, после его жизни являлось бы ширком, тогда мы все совершаем этот ширк. Ибо все обращаемся к пророку Мухаммаду, салям, без разницы. Являемся мы там суфиями, являемся мы ашаритами, не являемся и так далее. Это есть формула в атахияту. И мы все ее произносим. Поэтому в наши дни появились заблудшие, которые вышли против иджма и начали вот этот момент, им не нравится же, что так делают, начали пытаться откинуть это, выкинуть, атахияту изменить и так далее. А это иджма мусульман, вот это атахияту, этот момент мусульмане сошлись все. Если открыть любую книгу по фикху, в которой передается мнение сахабов, табиаинов, имамов, салифов, вот атахияту именно вот так передается. Поэтому, когда наши дни заблудшие пытаются изменить форму атахияту, выкинуть оттуда что-то, они идут против иджмы мусульман, иджмы салифов. Атахияту, аташагут именно в этом плане, он у всех одинаковый. И мы все обращаемся к уроку Мухаммаду, салям, ибо посредничество не всегда является язычеством. Язычеством оно является тогда, когда мы считаем, что этот посредник, у него есть какая-то сила и могущество. А на самом деле, ведь мы без посредничества пророка Мухаммада, салям, ничего не можем. Ведь что такое сунна пророка Мухаммада, салям? Мы совершаем действия, которые совершал пророк Мухаммад, салям, или слова, которые он говорил, или то, что он совершал. И мы его копируем. Разве это не является посредничеством? Мы копируем то, что он делал. Разве это не является посредничеством? Или, например, любовь пророка Мухаммада, салям, Ибо в достоверном хадисе пророк сказал, что ваш иман, ваша вера не будет совершенна, пока вы не полюбите меня больше самих себя, своих детей и всего, что есть в этом мире. Разве это не является посредничеством? Почему, можно сказать, даже в ширке обвинить, почему в хадисе не сказано полюбить Аллаха? Зачем пророк сказал полюбите меня и так далее? Потому что через пророка, алейхи саляту ассалям, Аллах донес до нас религию. Именно через него. И мы его любим именно за это. Не за то, что он какой-то там человек, людей много. Именно потому, что Аллах выбрал его, чтобы принести последнюю религию до всего человечества. И поэтому мы его любим. Поэтому наша любовь к пророку, алейхи саляту ассалям, есть посредничество. И чем она выше, чем выше вера человека, разве это не является посредничеством? Почему пророк, алейхи саляту ассалям, не сказал, любите Аллаха, взывайте к Аллаху и так далее, я вам не нужен и так далее? Он так не говорил. С подвижники, когда даже пророк, алейхи саляту ассалям, делал омовение, ни одна капелька воды, которую он делал омовение, она не спадала с него. Сахаби брали ее, обсирали себе разные части и так далее. Они искали барракад. Но барракад не от этой капельки, а от барракад своей любви к пророку, алейхи саляту ассалям. А это действие было проявлением любви к нему. Так же, как когда пророк, алейхи саляту ассалям, во время хаджа состригал волосы, их раздавали всем. Их раздавали всем. И здесь нет убежденности, что вот этот какой-то волос или эта капля, она приносит пользу или приносит вред и так далее. Нет, такой акриды у мусульман нет. Но вот наша любовь к пророку Мухаммаду, саляту алейхи саляту ассалям, которая выражается к уважению и любви ко всему, что с ним связано, вот это может нам принести пользу. А пользу от Аллаха саляту аля. Барракад от Аллаха саляту аля. Но у всего в этом мире есть причины. У всего в этом мире есть причины. Так же, как соблюдение сунны порока Мухаммада, саляту ассалям. Это что? Это обращение к Аллаху? Нет. Это дуа? Нет. Это намаз? Нет. Это просто действие, которое делал один человек, и мы за ним повторяем их. Повторяем, повторяем. Это же посредничество. Это же тавассуль, форма тавассуля. Мы копируем его и через это приближаемся к Аллаху, саляту аля. Поэтому приблизиться к Аллаху без порока Мухаммада, саляту ассалям, невозможно. Невозможно. Если бы не было, ибо пророк это тот, кто принес нам религию Аллаха, и через него лишь мы приближаемся к Аллаху спонатали, ибо он оставил нам для нас, объяснил те фарзы, которые возложил Аллах спонатали на нас, и его действия дополнительные, которые он совершал, как он выглядел, как он общался со своей семьей, как он общался со сподвижниками, и это есть та суна, которую он наставил, и мы копируем ее. Ибо Аллах спонатали сказал, что тот, кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллаху. Разве это не посредничество? Это аят Курана. Это не хадис, про который можно сказать, что он недостоверен. Это аят Курана. Кто подчиняется пророку, тот подчиняется Аллах спонатали. Поэтому любовь к Аллаху спонатали, пророку Мухаммаду, алейсаляту ассалям, это и есть любовь к Аллаху спонатали. Ибо кто такой пророк? Ибо пророк, алейсаляту ассалям, сказал, что он лишь раздает то, что Аллах спонатали дал. Поэтому мы любим пророка, любим Аллаха. Поэтому мы любим тех, которые любят пророка Мухаммада, ассалям, значит мы любим пророка Мухаммада, ассалям, значит мы любим Аллаха. Поэтому те, кто любят сподвижников, они любят пророка Мухаммада, ассалям, значит любят Аллаха. А те, кто не любят сподвижников или что-то плохое про них говорят, значит, они не любят пророка Мухаммада, саляму ассаляму. Потому что если ты кого-то любишь, то ты любишь и тех, кто любит этого человека, и тех, кто этот человек любит. Это если любовь искренняя, если это не лицемерие. Поэтому, ахлю сунну и жама, в этом плане мы любим всех, кто любит пророка Мухаммада, саляму ассаляму. А лучшими являются сподвижники. И ведь что такое вот эта любовь? Не как проявление посредничества. Ведь это же не взывание к Аллаху, не дуа, не намаз, не пост. Это просто любовь к кому-то, к какому-то человеку. Но причина же в чем? Из-за чего у нас появилась эта любовь? Почему именно к этому человеку? Ведь мы можем, если мы будем, например, любить какого-нибудь грешника, или как сейчас распространены всякие там музыканты, кумиры, развесим их плакаты, и будем думать, что это нас приближает к Аллаху. Это же не будет нас приближать к Аллаху. Почему? Потому что эти люди недалеки от Аллаха. Поэтому, если мы любим тех, кто близок к Аллаху, иншаллах, это будет нас приближать к Аллаху с панатали. Но эта любовь, это что такое? Это тавассуль, посредничество. Приближение к Аллаху посредством другого человека, посредством любви к другому человеку и так далее. Это посредничество. Тавассуль. Поэтому, не всякое посредничество является язычеством. Более того, вот такое посредничество является проявлением совершенства имана. Имам Суюты, рахимуллах, в одной из своих книг по тасауфу приводит такие слова. Был такой философ, Ибн Уссина его звали, который был последователем Аристотеля. И одному из праведников приснился во сне порок Мухаммад, и он спросил про этого человека, Ибн Уссина. Это был философ, который отрицал многие положения ислама, многие положения шариата и так далее. И порок Мухаммад сказал про него, он хотел приблизиться к Аллаху, минуя меня. То есть, минуя шариат, минуя религию. То есть, сам своим умом, своей философией и так далее, и поэтому заблудился Ибн Уссина. То есть, порок Мухаммад, это приводит имам Суюты в свои книги. Имам Суюты, это имам практически во всех шариатских науках. Это имам в акиде, это имам в арабском языке, это имам в тафсире, это имам в хадисе. Нет такой науки, по которой имам Суюты не написал книгу. Поэтому этот человек, на которого можно опираться в его книгах, и можно опираться на то, что он говорит. Вот такую он историю приводит. Поэтому, минуя пророка Мухаммада, алейсаляту вассалям, невозможно к нему приблизиться. К Аллаху спанатали. Минуя пророка, к Аллаху нельзя приблизиться. Этого быть не может. Потому что самое простое копирование пророка, это уже приближение к Аллаху. Любовь к этому человеку, это приближение к Аллаху спанатали. Поэтому те люди, которые эту любовь возводят к Ширку, Или говорят, почему отрицательно относятся к каким-то поэмам, где восхваляется пророк, например, Касыда Бурда. Против этой поэмы сейчас много что пишется. А человек, он увидел во сне пророка Мухаммада, и вот проснулся, и вот в этом ощущении написал эту поэму, Касыда Бурда. И она наполнена любовью к пророку Мухаммаду. Люди говорят, это чрезмерная любовь, не надо так возвеличивать его. Разве человек, который пророка искренне любит, может так сказать про пророка, не возвеличивая его? Или не надо сильно его восхвалять? Мы не можем восхвалить пророка Мухаммада, настолько, насколько он этого заслуживает. Ибо когда он умирал, он умирал со словами «Уммати, уммати», «Моя община», «Моя община». И с этими словами он будет воскрешен. Разве наша любовь к этому человеку может быть чрезмерной? Чрезмерной является убеждением, что Мухаммад, алейсаляту вассалям, является Богом. То есть Мухаммада нельзя сделать Аллахом. Сказать, что Мухаммад – это Аллах, и ему поклоняться. Вот это является чрезмерность. То есть в достоверном хадисе пророк Мухаммад, алейсаляту вассалям, сказал, «Не возвеличивайте меня, подобно тому, как христиане возвеличили Ису». То есть не делайте из меня Богом. Пророк Мухаммад сам, алейсаляту вассалям, сделал рамки, границы для возвеличивания. То есть если мы не приписываем ему божественные качества, не говорим, что мы ему поклоняемся, все остальные формы возвеличивания, они допустимы шариатам. Поэтому это проявление нелюбви к пророку, или проявление нелюбовь к тем, кто возвеличивает пророку, или усердствует в салавате, и так далее, это признак того, что в этих людях нет любви к пророку Мухаммаду, алейсалям. А что? Или признак чего это тогда? Если люди ленятся лишний раз салават сделать, или критикуют тех, кто в стихах возвеличивает пророка Мухаммада, или критикуют тех, кто маулид делает, радуясь, что Аллах послал нам пророка Мухаммада. Маулид – это не день рождения, это не исправление дня рождения. Маулид – это радость тому, что Аллах дал нам человека, который наставил все человечество, который как наставник дан для всего человечества. Это радость этому, радость тому, что мы из его общины, и рассказ о его сирии, чтение Курана и так далее. Как это действие может быть запрещено шариатам? Ибо это форма проявления любви к пророку Мухаммаду, алейсалям. Поэтому среди ученых четырех мазабов нет разногласий о дозволенности маулиды, безусловно, если он совершается согласно требованиям шариата. Это является безусловным условием. Ни одно действие, которое противоречит шариату, не может нас приблизить к Аллаху Спанаталя. Не может нас приблизить. Даже если мы самые хорошие действия будем совершать, но туда будем перемешивать грех, то это действие нельзя совершать. Ибо в основе шариата оставление греха. То есть лучше не совершить что-то плохое, чем совершить что-то хорошее. Это основа шариата в любом. То есть если у нас есть выбор, мы совершаем что-то хорошее, и при этом будет совершено что-то плохое, лучше это действие не совершать. Ибо основа шариата это не совершить что-то плохое. Это является более предпочтительным шариатом. Безусловно, если маулид состоит из дозволенного, не противоречившего шариата, то это похвальное действие в исламе. В этом нет сомнения. Теперь, после такого пространного ведения и разъяснения этого вопроса, разберем доводы тех, кто говорит о том, что обращаться к пророку Мухаммаду, после его смерти, допустимо. Допустимо является желательным. И более того, пророк Мухаммад, и сам учил этого своим сподвижникам, например, и то, что просто обращение к мертвым не является ширком. Ибо сам пророк Мухаммад, алейсаляту вассалям, это как это передается в Сахиху-ль-Муслим, после сражения Бадра, когда мусульмане одержали грандиозную победу над язычниками, он ходил по полю боя и обращался к этим мертвецам. И номер подошел к нему и сказал, о посланник Аллаха, неужели они слышат? Он сказал им, что ты не являешься более слышащим, чем они. Только они ответить не могут, а ты можешь. То есть они слышат. И если бы обращение к мертвым было ширком, получается, что пророк, алейсаляту вассалям, обращается к мертвым. Ширк же получается. Это достоверный хадис, приводит имам Муслим. Поэтому еще раз говорим, что ширком является обращение с убежденностью, что кто-то может тебе принести пользу или вред. Это есть рибада, это есть поклонение. А обращение без этого убеждения, дуа не является, это не является поклонением. Это не является поклонением. Это может быть просьба, ибо просьба это не поклонение. Просить кого-то о чем-то, это не ему поклоняться. Ты приходишь к человеку и просишь помочь ему в каком-то деле. Ты же ему не поклоняешься. Ты же ему не поклоняешься. Так и здесь. Так и здесь. То есть если ты пророка Мухаммада просишь о шафаате, просишь о заступничестве в судьбный день, ты не поклоняешься ему. Ибо основа, конечно, шафаата это Аллах. Но Аллах дал такую милость своему пророку и он будет самым главным заступником. Хотя шафаат могут сделать и праведники, и шахиды, и алимы и так далее. То есть нет такого, что шафаат распространится только на пророка Мухаммада.